Вот такой вот интересный наборчик. Здесь два шарика с питомцами, я так понимаю, с какими-то покемонами. Плесточки серебряные. Крайбэбис в красной шапочке, с волк или кто это в очках бабушкиных, с чептики. Ну просто супер! Всем привет! Вы на канале Тойбокс. Сегодня у нас с вами миг сюрпризов. Как и всегда, я расскажу, где и за сколько я все эти сюрпризики приобретала. Поэтому подписываемся на канал, ставим лайки, а мы с вами приступаем к распаковке. Ну а начнем мы по традиции с шоколадного шарика. Это у нас фирма Чупа-Чуп, серия Дружные Звери. А то покупала я то ли в Магните, то ли в Красно-Белом, если честно. А может и в Пятерочке по доставке мне привезли. Даже, честно говоря, не помню. Продаются везде, найти можно везде. Поэтому, кому интересно, я думаю, можно легко будет найти. Так, нам попала снова фигурка. Ой, что там? А, это инструкция по сборочке. Я думала, нам два вкладыша положили. Это у нас инструкция по сборке. И вот такая вот укроменная коллекция. По-моему, мы две с вами игрушечки открывали. А, да, вот они рядом у нас. Тигр и лев попадались. Точно. А сейчас, сейчас нам вот такой вот серенький попался носорог. Видите, какой у него рог торчит. И лапки как сложил, миленько, посмотрите. На попке сидит. Классные игрушечки. Мне кажется, это ластики. Да, я, честно говоря, не пробовала стереть им что-то, но на ощупь очень похоже на ластик. И вот так вот он... Ой, вот он. Вот так вот он выглядит на вкладыше. Мне кажется, цвет немножко отличается от самой игрушечки. Но это не принципиальный вопрос. Вообще, конечно, хочется собрать, чтобы было много вот таких вот классных игрушечек. Мне кажется, здорово бы смотрелось. Поэтому коллекция эта классная. Наверное, будем с вами постепенно собирать. Так, дальше давайте откроем, откроем свитбокс. Свитбокс с миньонами. Это у нас производство Comfitrade, конечно же. Уже надо находить, конечно, промокоды. Я дешево их раньше покупала. Сейчас почему-то в Мегамаркете с датишей не выдают. Пока промокодики покупочек, пока там оттуда и нет. Так что запасы с вами открываем. Вот такая коллекция миньончиков. Все забавные, классные. Я бы хотела вот такого длинного миньона получить. Потому что мне попадались... Я не помню, 2-3 я уже открывала миньона. У меня какие-то вот все похожие. Вот такие стандартные, я бы сказала, попадались. Или вот такой вот бочоночек я бы хотела. Маленький с плюсиной. Или наоборот длинненького. Ой, по-моему, он длинненький, кстати, попался. Супер. Так, у нас в армеладке. В наборе Кевин. Вот с другой стороны можно посмотреть. Это лидер спасательного отряда миньонов. Осваивает кунг-фу, чтобы спасти босса. Получается... Да, вот он, кстати, Кевин. Вот он и попался. Самый длинненький. Круто. На него как раз и хотела посмотреть. Открываем. Ой, да, длинная игрушечка. Прям больше размером, чем обычная попадается. Вот такой он... Небольшая у него ухмылочка стоит. Довольный. Что-то... Что-то как будто бы он напроказничал. Или что-то задумал. Чего-то ждет. Такой клевый. Посмотрите, брелок будет очень крупненький. Если подвесить его. Так, конечно, классные игрушки. Вот смотрите, чубчик какой. На олово похож, мне кажется. Вот этот чубчик. Как у снеговичка из холодного сердца. Клевое качество. Супер просто. Идеальная прорисовка, как всегда. Конфитреть. Никакой, никакой... Никаких косяков, никаких браков. Ничего. Все идеально. На комбинезончике обязательно какую-нибудь прорисовочку сделают. Просто супер. Давайте дальше откроем. Вот такой вот пакетик Мэджики. Это у нас, конечно же, сюрпризы от Диагостини. Божьи коровки, ну сколько я помню. Они то ли светятся, то ли меняют цвет в горячей-холодной воде. Сейчас посмотрим, какая она попадется. Брала фамилию. С по 19 рублей. На упаковке, посмотрите, написано, что рекомендованная розничная цена 199. Видимо, не смогли продать по такой цене. Поэтому вот пошла скидочка снижения. Давайте посмотрим, кто же нам попадется. Сначала вкладыш. И, видимо, бар нам попался. Вот он с обложечки. Вот такой вот малыш. Класс, ну он с мячиком, что ли, у нас будет сидеть. Ой, здесь вот информация прекраснейшая. Есть на русском языке. Можете нажать на стоп, прочитать. Я меняю цвет в зависимости от температуры. Чудесно. Значит, мы сейчас пойдем с вами за водичкой. Будем эксперименты проводить. Вот это вот троица у нас, получается, светится в темноте. А все остальные меняют цвет, наверное, в горячей, в холодной воде. Прекрасно. Я даже вот сейчас смотрю и начала сомневаться. Мне кажется, даже я не открывала еще божьих коровок. Это мой первый, получается. Ничего себе. Ну, давайте смотреть, как же выглядит наш малыш. Ой, вот такой чудесный, чудесный, конечно, прелестный малыш, божья коровка. Ну, я так понимаю, это же мальчик, да, правильно? Барт. Ну, это для мальчика имя, конечно. И одежда у него синенькая, да, капюшончик такой мы сделали. Усики вот такие вот классные, с шариками на концах. Мячик в ручках. В ручках, наверное, ой, даже, вы смотрите, от пальцев, от тепла уже начинает цвет менять. И здесь тоже. Класс, сейчас будем с вами экспериментировать. Он, наверное, побелеет, посветлеет от тепла. А вообще, такой очень, конечно, миленький, миленький образ божьей коровки. Классно тоже все сделано. Пошла за водичкой. Ну что, пора купаться, малышу. Давайте сначала в горячую водичку его пустим. Ой, голова у него прям побелела. Так, давайте смотрим. Видите, капюшончик весь был голубой, сейчас стал беленький. И, мне кажется, посветлел вот этот крылышки оттенок. Наверное, он был более темный. Сейчас посмотрим. Да, посмотрите, какой он был. Фиолетовый прям темненький. А в горячей воде посветлел. Ну и вот так вот половинку окунем капюшончика. Видите, кардинально меняет цвет. Я люблю такие игрушки, которые прям сильно меняют цвет. Не только немножко так слабее становятся, посветлее, потемнее. А вот прям из белого в голубой. Вот это да, классный. И дочка у меня тоже любит. Я уже не раз рассказывала. Дочка тоже обожает играть с такими игрушками. Купать их, менять цвет. Поэтому супер. В принципе, и цена тоже неплохая. Со скидкой вышла. Очень-очень даже классная игрушечка. Так, а мы поехали дальше. Давайте откроем вот такой вот интересный наборчик. Выполнен он в виде сумочки. Заказывала на Валборис, но видела и на Мегамаркете такие, и на зоне можно поискать. Я везде мониторила цены. И сам еще была, по-моему, на тот момент на Валборис. В районе 200 рублей стоил наборчик. Здесь, насколько я правильно поняла, нужно будет делать слайм. И будет еще какой-то сюрприз нам. Какая-то игрушечка. Сумочка довольно-таки тоже привлекательна. Конечно же, она останется в группу. Идет, я думаю, с удовольствием будет. Больше даже, похоже, сумочка не для ребенка, а для куклы. Для какой-нибудь большой куколки. Или для пупса какого-нибудь. Прямо самое то. Размерчик идеальный. Выглядит тоже классно в виде радуги. Какая-то тут слезюка потекла. Противная. Давайте открывать. Смотреть, что же там нам положили. В принципе, цена очень бюджетная. Я думаю, что там, конечно, все будет скромненько. И это, конечно же, копия. Аналог, я бы сказала, оригинальной игрушки. Давайте посмотрим. Ой, здесь даже, посмотрите, подложечки сделали, чтобы не дребезжало, скажем так, все по контейнеру. Чтобы все плотненько было размещено. Видимо, чтобы не протекло. Очень даже достойная упаковка, вам хочу сказать. Все прямо, видите, закреплено было хорошо. И, в принципе, ничего не протекло. Так, вижу уже вон там какая-то у нас игрушечка. Наверное, эти запчасти можно будет достать уже и выкинуть. А сумочку вот так вот в дальнейшем потом использовать в игре. Супер сумочка. Мне, правда, понравилась. Так, смотрим, что же тут нам положили. Волшебные пакетики. Очень похожи на известную фирму. Не буду называть. Наверное, все и так поняли. Под кого закос. Но цена, раз, наверное, в 5-10 дешевле, чем у оригиналов. Поэтому, я думаю, что имеет место быть. Сейчас посмотрим, получится ли у нас слайм. Наверное, здесь у нас должна быть какая-то инструкция и коллекция. Я надеюсь, что инструкцию какую-то хотя бы нам тут обозначат. Так, посмотрите-ка, даже написали. Пупсик, ют, тутл, сюрприз. Вот так вот смело, я бы сказала. Это, видимо, игрушечки все, какие могут попасться. Грустные какие-то капельки, тучки злые. Здесь у нас животные. Панда, дракончик. Это кто у нас такой, не пойму. Здесь тоже. Вот это, наверное, редкие. Вроде бы котята с хвостиками русалочки. Здесь у нас что? Иллюстрировать. Это, видимо, как можно со слаймом, получившимся, играть через трубочку, его надувать. Так, отлично. На другой стороне продолжение почему-то коллекции у нас. Радужный котеночек вот есть даже. Звездочки, луна, солнце. Тут у нас вроде цветочки, да, по бокам, а это мишкам. И, слава богу, есть инструкция. Это прям супер. И даже на русском языке, ну, это прям двойной прям плюс. Так, нам нужно взять в маленький стаканчик, добавить воды до отметки. Потом второй пункт, высыпать порошок с названием Unicorn Food. И в течение двух минут его размешивать, оставить на пять минут. Потом добавить 40 капель из маленькой бутылочки. И помешивать дальше до момента, как слайм, значит, приготовится. И последний пункт, добавьте порошок из пакета Unicorn Magic Slime. Затем поместите фигурку в фигурку и выньте его. И вы получите красивую форму блестящего слайма. Я вот этот пункт не совсем поняла, потому что ничего нет у нас. Видимо, брелочек имеется в виду, какашечка должна быть. Она у нас, в принципе, есть из других наборов. Я могу ее использовать, но могли бы как-то этот пункт, конечно, подкорректировать. Ну, вроде бы все понятно. Два пакетика. Есть трубочка надувать. Есть наклеечка с грустной, вот такой, за злой даже тучкой. Не то чтобы с грустной, злая тучка. Имеется, присутствует. 40 капель волшебного какого-то эликсира имеется. Смотрим на нашу тучку. Она у нас, смотрите, совсем и не злая получилась. Попалась. Вот она какая, даже хорошенькая. Я думала, что это насадочки на карандаш будут. Ну, нет, просто вот такую маленькую игрушечку нам положили с рогом. Хорошо. Стаканчик, кстати, очень похож на тот, что в наборах подается нам. Водичка у меня здесь есть. Так, отметочку ищем. Вот 15 миллилитров набираем. Такс. Чуть-чуть лишнего. Все, идеально набрали. Дальше. Дальше нам нужно Unicorn Food насыпать в стакан и мешать маленькой ложечкой в течение двух минут. Окей, Unicorn Food вот вижу. Ножницы берем. И чем мешать, тоже находим. Из последних наших выпусков у меня эта копалка до сих пор лежит. Посмотрите, как она мне в каждом выпуске прям пригождается. То, чтобы стереть какой-нибудь слой с упаковки, то вот сейчас перемешивать. Так, сыпем. И перемешиваем. Ой, розовый у нас слайм будет. Похоже на склеившуюся манную кашу. С комочками. Окей, мешаем на ускоренном. Итак, две минуты я интенсивно все это мешала. Пока похоже на какой-то кисель, если честно. Теперь нам нужно пять минут подождать. Через пять минут вернусь. Пока мы с вами ждем пять минут. Давайте пока какую-нибудь небольшую игрушечку лучше распакуем. И это будет вот такая коробочка сладкие сны. Называется игровой набор от Happy Wallet. Здесь, конечно, не сюрприз. Я знаю, что там будет внутри, потому что когда заказываешь, было видно. Здесь внутри будет кроватка и два комплекта постельного белья. Очень интересный тоже наборчик. Стоил безумно дешево. Я в Telegram скидывала ссылочку, когда его обнаружила. Когда на него была скидка, собственно. Так что, кто еще не подписан, подписывайтесь на Telegram. Я когда какие-то лоты с супер скидками нахожу. Или промо-кодики, когда выпадают. Я скидываю туда, чтобы вы тоже смогли заказать по хорошим ценам товары. Поэтому подписывайтесь на Telegram. И будете тоже покупать все по хорошим ценам. В районе 100 рублей, по-моему, если не ошибаюсь. Вышла у меня эта игрушечка. Так что, давайте посмотрим, что же там. Так, постельное белье. Неплохое, на первый взгляд. Хорошее, прямо стильное, я бы сказала. Супер, посмотрите. Классные два матрасика. Вот такие вот разные, со звездочками. Они прямо атласные, блестят. Мягенькие. Даже внутри есть какое-то, что-то вроде мини-поролончика. Я очень удивлена. Это не просто два кусочка ткани, да, по двум сторонам. Там внутри еще что-то есть мягенькое. Прямо вот имитация настоящего матраса. Или одеялка даже, да. Это, наверное, не матрас, это одеялка такое. А матрасиками вот это вот нам изобразили. Вот это, конечно, меньше на матрас похоже. Но я тоже удивлена, впечатлена, что на другой стороне, посмотрите, вот такая вот поверхность войлок. Не будет скользить на кровати. Вот она даже на столе тяжеловато, да, двигается. Классно, не будет скользить. Два вот таких матрасика. Две подушечки. Одна, причем в форме, посмотрите, прелестного бантика чудесного. Есть, конечно, ниточки. Есть какие-то погрешности, но не критично. И подушечка очень мягкие, хорошо набитые. Ну, вот и сверху одеяло. Выглядит, по-моему, просто безупречно. Давайте соберем еще кроватку и посмотрим, как это все будет на кроватке выглядеть. Вообще, конечно, это для, очевидно, что это для кукольного домика. Я даже пока еще не поняла, для какого, для Барби или для Лол. Ну, судя по всему, для Лол. Вот такая конструкция у меня получилась. Выглядит все достойно, неплохо. Даже, я бы сказала, симпатично кроват сама. Но, к сожалению, очень-очень плохо все тут крепится. Очень ненадежно. Крепежи прямо норовят выскочить из своих пазов. Вот здесь у меня сразу произошла паломка, к сожалению. Вот, видите, в пазу осталась вся, смотрите, рассыпается моментально. Ну, очень-очень жаль, потому что постельное белье меня впечатлило. Постельное белье прям шикарное. Наверное, даже вот су-стоимость я бы лучше за него отдала, чтобы вот с этим вот тут вот не ковыряться с этой кроватью, которая абсолютно не хочет никак крепиться, не хочет держаться. В общем, катастрофа! Давайте теперь все-таки посмотрим, как это будет смотреться с матрасиками вот этими. Надеюсь, у меня получится все это аккуратненько расположить, чтобы не рассыпалась кроватка. Очень жаль, что вот так вот ненадежно получилось. Скорее всего, конечно, мы постельное белье оставим, а кроватка, к сожалению, наверное, пойдет в утиль. Вот такая вот прелестная кроватка. Можно даже, наверное, вот сюда миньончика нашего уложить спать. Давайте лучше наверх. Вот так вот. Да, кроватка, конечно же, размер от Лол. Для маленьких Барби, даже, наверное, для Челси не подойдет. Может быть, только для пупсиков врожденных, но кроватка идеально просто для Лол будет. Поэтому вот такой вот лот. Но у нас уже подошло время. Даже уже лишнего мы с вами подождали. Смотрим, что тут у нас с нашей субстанцией произошло. Ну, в принципе, никаких изменений я не вижу. Такой же кисель, как и был, так и остался. Так, дальше у нас по инструкции. Нам нужно добавить в этот состав 40 капель из маленькой бутылочки и помешивать маленькой ложечкой до того момента, как преобразуется, как сделается слайм. Итак, считаем. 40. 40 капель есть. Ну и смотрим, ждем чудо. Мешаем. Изменения прямо на глазах. Посмотрите сразу, какая слизь становится. Уже прямо более-менее все больше походит это на слайм. Да. Даже, наверное, уже можно ручками разминать. Но давайте добавим последний порошочек по инструкции. А потом уже будем руками размешивать. Так, посмотрите, какие у нас тут бриллианты прямо, да, серебряные. Такой блесточки серебряные. Давайте все добавим. Обязательно просыпать нужно было. Как же без этого? Ну и попробуем это все замешать теперь. Ой, зрелище, конечно, залипательное. Да, слайм уже абсолютно не липнет к рукам. Прямо хороший слайм. Так, хочу все собрать отсюда с баночки. Посмотрите, какой классный слайм получился. Сейчас мы размешаем. Так, батареечка села, продолжаем. Я говорила, что, если честно, мне кажется, из-за этих блесточек немножко грязноватый цвет как будто бы получился. Но, конечно, все равно красиво. Отличный слайм. Отлично в ручках. Он себя ведет. Ничего не липнет. Супер. Я довольна. Сейчас вот эту палочку еще очистим. Нашу волшебную. В каждом выпуске мне пригождается. Так, и у нас еще осталась трубочка, с помощью которой нам сказали надуть шарик. Вот такой вот шарик получился. В принципе, все работает, все классно. Выглядит круто, очень классно блестит. Посмотрите. Прям завораживает. Не рвется, видите, только вот от воздействия ручного. Поэтому игрушка супер, советую. Цена просто копеечная. У вас остается, напоминаю, сумочка для игры. У вас остается еще вот такая вот малюсенькая игрушечка. Ну и слайм. Наклеечка. В принципе, супер. Единственный, наверное, минус, который я могу подметить. Нам не положили контейнер для хранения, который, опять-таки, обозначался в инструкции. Вот сейчас мы все это поиграли классно. А слайм-то и положить некуда. Потому что, если его так оставить, он, конечно же, засохнет. Но, наверное, это единственный минус у этой игрушечки. А так, просто супер, советую поиграться. Очень интересно. И мы переходим к вот такому прекраснейшему, огромному сюрпризу. Это у нас диагностилий фирма. Здесь у нас подводные обитатели. Судя по обложке акулы, смотрите, основные ноги, медузы. И ты говоришь, такая, мурена какая-то, что ли, огромная. Покупала в фамилии наборчик этот. Посмотрите, 189 рублей. Скидочка супер. Цена обязательно взяла, не могла пройти мимо. Здесь еще вижу вкладыш. Очень тоже удивительно, что он снаружи. И сам, видите, пакетик в еще одном пакетике находится. Видимо, чтобы этот вкладыш, чтобы все наизу фиксировать. А внутри, похоже, нет ничего. Он тоже интересно. Обычно все, конечно же, внутрь складывают. Так, смотрим. Здесь прям книженция. Прям толстенькая книжечка. Посмотрите, с информацией про всех, видимо, обитателей. Тут подробно-подробно написано. И вижу вот тут коллекцию. Ой, кто это такой? Класс, я бы такого посмотрела. Вообще, все красиво выглядят. Изображены терепаха. Посмотрите, наверное, будет светиться в темноте. Осьминоги, акулы. Разные, в общем, страшненькие морские обитатели. А, вот эти, наверное, будут светиться в темноте. А этот, наверное, скорее всего, все остальные будут просто обычными игрушечками. Я даже не знаю, кого я хочу. Вот этого я бы прям с интересом рассмотрела. Обитателя морского. Прям безумно интересно, как его изобразили бы. Ну, а так, на первый раз, в принципе, не страшно. Повторок точно не будет. Дальше продолжается инструкция про всех-всех-всех. Вот тут вот кто-то располагается такой. Слушайте, это похоже на черепаху. Хотя нет, вот здесь длинный-длинный хвостик чей-то. Так. С другой стороны, кстати, не показала. Тоже очень яркая, очень привлекательная обложка. Прямо безумно за нее цепляется глаз. Хочется прямо ее купить, приобрести. А кто это может быть такой кругленький с длинненьким хвостиком? Не знаю. Вот это, что ли? Нам штучка попалась. Кто это? Скат? Не знаю. Давайте открывать. Уже нету сил терпеть. Посмотрим. Вау! Посмотрите! Это что за чудо такое? Обалдеть! Вы такое видели когда-нибудь? Он как будто бы с икрой черной внутри весь. Я впечатлена. Вот прям честное слово впечатлена. Щупальца такие необычные тоже на ощупь тянутся. Знаете, не резина на ощупь, а какой-то вот силикон как будто бы. Пузырик там даже, смотрите, внутри. Очень необычно. Вот что-что. Абсолютно я не ожидала увидеть такое. На картинке, конечно же, выглядит абсолютно по-другому. Кто это? Давайте найдем, посмотрим про него. Переведем информацию. Потому что я попробовала сначала в гугл переводчики перевести. Ну, конечно, там совсем не связанный текст получается. И даже название не переводится. Я нашла в интернете. Это у нас рыба. Называется манта. Это вид скатов. Семейство скатов. И это самый крупный вид скатов. Ширина тела особых особей достигает 9 метров. И масса особых экземпляров до 3 тонн достигает. Представляете, вот он как выглядит вживую. Вот такие вот картиночки мне выдает поисковик. Посмотрите, какая пасть. И вот рядом человек проплывает. Просто громадный. И вот такое вот нам изобразили. Конечно, я бы не сказала, что похож на оригинал. Но сделали, конечно, безумно интересно. Вот посмотрите. В сравнении с человеком. Это, конечно, невероятное какое-то существо. Огромное. С огромной пастью. Которое, наверное, может проглотить, мне кажется, просто человека. Вот так вот с вами мы познакомились с семейством скатовых. Со самым огромным скатом, существующим в мире. Слушайте, внутри, конечно, сделали просто не какое-то необычайное покрытие. Вот эти вот икринки, вот эти шарики черненькие. Это, конечно, как антистресс, наверное, больше будет работать. Ну, сжамкать его безумно приятно. Я просто впечатлена от игрушки. Вау, надо еще взять. Точно посмотреть, все ли такие будут интересные. Или мне прямо особенная какая-то попалась игрушечка. Поэтому супер. Поехали дальше. Откроем вот такой пакетик от Zuru Raybon Corns. Это называется Pocket Puppy Corns. Здесь у нас в наборе заявляют 5 сюрпризов. По-моему, один щеночек здесь должен быть. Ну, такой с вами открывали большой пакетик. Там была три щенка. Это один. Да, в наборчике будет один щеночек. Надеюсь, не повторчик какой-нибудь новенький нам попадется. Вообще, их можно различить по цвету рога. И, по-моему, ушки еще отличаются. Наверное, как-то можно так подбирать, чтобы не повторки у вас попались. Заказывала этот набор я в Magnet Cosmetics. Как-то вот был у них в продаже. Очень дешево. 200, что ли, рублей. В районе 200 рублей, по-моему, если я не ошибаюсь, вышел. Так, давайте открывать. Посмотрим, что же там внутри. Классные головастики здесь попадаются. Мне кажется, их просто здорово. Куда-то в машину разместить, чтобы они там болтали своей головой. Посмотрите, как много тут всего. Во-первых, у нас слайм розовенький вот такой вот попадается. У нас сегодня будет очень много слаймов. Один с вами мы уже сделали, второй вот здесь. И третий еще у нас будет от Зурулава. Тоже со слаймом. Прям выпуск слаймов разных. Потом их вместе всех надо соединить. Так, вкладыш и сертификат. Он в то же время, да, какую-то информацию можно заполнить. Вот это у нас вкладыш со всеми собачками. А какие у нас попадались, нужно вспомнить. Вот этот точно попадался. Так, так, так. А кто же еще был? Что-то вот они слишком похожи друг на друга. Естественно, даже тяжеловато. Вот этот, по-моему, вот этот. И вроде бы желтый нам попадался. Но вообще они, я повторюсь, очень, конечно, между собой похожи. И прям перепутать их запросто. Ну да, наверное, вот этот коричневый. По-моему, розовый и голубенький. В общем, точно не помню, кому интересно. Оставлю ссылочку на выпуск. Можете посмотреть, кто нам там попадался. Кстати, выпуск очень мало просмотров собрала. Не поняла, почему Ютуб его так задвинул куда-то на задней полке. Очень неплохой выпуск. Там мы с вами открывали классную Лол с салоном красоты. Просто суперская. До сих пор у меня дочка с ней играет. Ну, в общем, кому интересно, посмотрите. И здесь мы видим, что в наборе попадается. Открываем пакетик, достаем все сюрпризы. Потом, что это такое? Слайм, да? Разновидности слайма могут вот такие пупырки попасться. Ну и разные, да, виды слайма. И, собственно, коллекция наклеечек, скорее всего, да? Нам изобразили это или игрушки, или наклейки. Вот это как будто бы в руке наклеечка. Ну и сама игрушечка. Тут у нас изобразили еще, что с пакетиком можно открутить рог и использовать его как насадку на карандаш. Мы же все обожаем насадочки на карандаш. И все их крепим. Да, вот здесь, видите, карабинчик такой можно открутить и снять пакетиком. Так, ну давайте сначала наклеечку посмотрим. А, наклеечки, вернее. Тут у нас две, да, нам наклейки положили. Все, две наклеечки. Вот такой вот бровястый дедуля-щеночек. И это, наверное, на Чихо похоже, на Чихуахуа, мне кажется, головастик такой. И рядом с ними почему-то две какашечки разноцветных. Так, ну это все. Получается, нам за сюрпризы что посчитали? Две наклейки, игрушку и слайм. Так, раз, два, три, четыре. И, видимо, рук пятый. Сюрприз. Ну, немножко, мне кажется, мухлюет производители. Ой, нам попался бородатый, ой, бровястый дедуля с сердечком на животике. Видите, как он чудесно болтает головой. Вот было бы круто, если бы здесь сразу липкий слой какой-то придумывали, да, чтобы потом можно было отклеить и где-нибудь его прилепить в машине или, например, на велосипед ребенку, ну, или на самокат там где-нибудь как-нибудь закрепить, чтобы он там болтался во время езды. Было бы круто, мне кажется, прям недоработочка такая. Не додумали у Зуру прям маленький моментик. Посмотрите, еще крылышки даже. Это у нас кто? Собачка, единорог и бабочка, да, вот одновременно. Как любят все в Зуру, все намешать, всех питомцев в кучу, всех волшебных существ и питомцев, все перемешать. Ну, в общем, вот такой сюрпризик. Я думаю, что, во-первых, несправедливо пишут, что 5 сюрпризов, потому что, ну, каждую наклеечку посчитать за сюрприз тоже, мне кажется. Ну, окей, можно бы было обе, да, вот как пакетик вот этот, просто за один сюрприз посчитать. Я бы еще, ладно, согласилась. Один сюрприз, второй сюрприз, третий слайм. Ну, урок тоже, конечно, совсем сомнительный сюрприз такой. В общем, по-честному, надо было бы написать 3 сюрприза, мне кажется. Это было бы честно. Собачка, наклеечки и слайм. Ну, вот так немножко они себе преувеличили количество сюрпризов, но не будем их за это ругать, потому что собачки все-таки классные. Ну что, у нас осталось 2 сюрприза на сегодня. Конечно же, мы сейчас сначала взорвем с вами вулкан, вот такой суперский. Я такой еще не открывала, первый раз с вами будем. 5+, возраст, ничего себе, тут прям что опасно, все. Видимо, на ютубе даже вот рекомендации есть, как это делать. Или на канал подписываться просто. Так, видно тут состав, 4 чего-то, все не по-русски. Видно здесь коллекцию, тоже заклеена половинка, видимо, 6 разновидностей скелетиков может попасться. Покупала этот я миллиард лет назад, больше года, наверное, заказывала на Яндекс.Маркете. По промокодам там за первую покупку мне там, ну это вообще там какие-то безумные копейки вышло это все. Я даже, мне сейчас вспоминать это все даже как-то не резонно, потому что уже таких цен, конечно же, 100 лет в обед нет. Но если игрушка заинтересует... Я, кстати, видела фамилии, вот прям буквально позавчера гуляла фамилии, видела, они сейчас есть в продаже. И цены у них в районе 500 рублей, 400 с чем-то рублей было. Мне кажется, это дороговато, конечно. Но сейчас посмотрим, что там есть сюрпризы. Вообще, я одним глазком как-то попала у какого-то обзорщика на этот сюрприз. Я всегда думала, что раз тут сделали такую форму вулкана, что тут нужно будет что-то с чем-то там перемешать, водички налить или что, и у нас там реальная лава польется из этой баночки. Но я когда увидела, немножко даже разочаровалась. Наверное, поэтому год и лежит у меня этот сюрприз, потому что рука прям не тянулась к нему. Потому что там не так интересно, как я ожидала все. Вот такой вот вулканчик. Сделано красиво, сделано качество. Смешер свезде написано со всех сторон. Видите, тут даже окрашивание, да, вроде как гора с лавой, тут все кипеть. Ну, было бы здорово, если бы придумали все-таки дальше, да, докрутили бы идею, скажем так, и все-таки реализовали с каким-то вытеканием лавы. Было бы просто, мне кажется, супер. А здесь всего лишь вот такой вот обычный сюрприз, ну, пакетик, да, обычный, со слизью внутри. Она прям супер прощупывается. Очень красивый, яркий пакетик, конечно. И чувствуется, что в слизи вот все запчасти нашего скелетика. В принципе, это и все. Нужно будет открыть пакет, найти все запчасти и собрать нашего скелетика. В принципе, получается, что вот этот вот кейс особо как бы никому и не нужен, и для чего не пригодится. Вот зачем так было круто заморачиваться из упаковки, но никак ее не использовать. Мне прям непонятно. Я бы, наверное, немножко по-другому сделала, но где я и где производитель Зуру, да, им, конечно, виднее. Может быть, так было более рентабельно, чтобы это все купилось. Так, ну, давайте посмотрим на вкладыш. Так, видимо, сразу нам тут показали сборку, и этот динозаврик нам и попадет в скелетик динозавра. И мне кажется, у нас уже такой был, если честно, прям точно такой же. Уже даже не помню, в каком именно наборе нам попадался, потому что Smashers мы с вами уже много открывали, но, мне кажется, был именно такой. Вообще, вот какие они страшненькие все, прям грязные в какой-то слизи, невероятные. Но попадется вот такой, менее страшный, менее такой угрожающий, устрашающий, вот такой вот веселенький, я бы даже сказала, динозаврик. Ну, давайте открывать, что ж теперь делать, раз нужно посмотреть нам, что ж там внутри. Слизь оранжевого цвета достаем. Так, вот такая слизюка. Ну, слайм претензий нет, конечно, все узору всегда качественно. Никаких нареканий не бывает практически никогда. Сейчас нужно нам все запчасти от нашего скелетика найти и потом его собрать. Запчасти все, значит, я отыскала, все освободила от этой слизи. Наверное, можно, конечно, как контейнер это использовать, но я сомневаюсь, что туда воздух не поступит и он не засохнет. Очень мало мне в это верится. Ну, окей. Так, собираем. Ну что, сборка довольно-таки простая, быстрая. В принципе, немножко вот конечности подвижные у скелетика. Весь он такой мягкий-мягкий пластик, такой прорезиненный. Челюсть у него, посмотрите, хорошо открывается. Ну, скромненький сюрприз. Я покупала его за какие-то копейки, мне поэтому в принципе норм, да, мне не жалко. Но вот за 500 рублей, если бы, как сейчас он продается, фамилии, я бы, наверное, немножко бы поскупилась. Немножко бы я, наверное, все-таки была бы недовольна составом. Маловато, скажем так, рублей 200-300 максимум. Мне кажется, я бы отдала за такой сюрприз сейчас, в данный момент. Поэтому ждем скидок, когда все подешевеет в фамилии. В принципе, было прикольно искать, было интересно открывать. Хотелось бы, наверное, чтобы немножко побольше было интерактива все-таки, чтобы что-то, как уже сто раз повторилось, с этим контейнером придумали, да, в моменте распаковки хотя бы. Ну, вот как есть. Показываю вам все, как есть, чтобы вы сами принимали решение покупать вам такие игрушечки. Слушайте, вот какой мы с вами сюрприз пропустили, чтобы он завалился, я проглядела его. На Валборис заказывала такой наборчик. У меня прямо мужа ностальги по покемонам. Что-то он прям вспомнил покемонов, покемонов. И я увидела на Валборис. Посмотрите, какой наборчик. Здесь два шарика с питомцами, я так понимаю, с какими-то покемонами или аксессуарами. Я даже не знаю, не вникала. Здесь что-то вот тяжеленькое, что-то внутри есть. Два сюрприза. И плюс еще вот вам идет сам Пикачу. Он открыт, да, его видно. Вот такой вот злой. Прям сейчас молнией выстрелит у него из хвостика. Пика-Пикачу. Да, прям как мультики. И карточка. Карточка, вот посмотрите, с голографическими эффектами. Все переливается супер круто. Рыбка. Это тоже покемончик, насколько я помню из мультика. На другой стороне вот все. Не все, конечно. Ну, большинством, наверное, изображено покемонов всяких разных из мультика. Стоил сюрприз этот всего 97 рублей. По-моему, неплохо. Фигурка такая тоже довольно крупненькая. Ну, нормально. Мне кажется, крупнее, чем игрушки в киндере. Качество неплохое, конечно. Но есть небольшие погрешности. Не очень ровненько все прорисовано. Вот видите, на ушках тоже как-то вот не каллиграфично, как вот Узбаба или Диагостини делают, или Узуру. Но неплохо. Все равно, все равно неплохо. На четверочку, я бы сказала. Ну, давайте смотреть, что здесь. Прям красный, мне кажется, чуть-чуть потяжелее. Открываем покебол. Так. Да, здесь, слушайте, питомцы тоже какие-то. Еще куча всего. Что это такое? Это какие-то карточки или это наклейки? Да, это наклейки. Видимо, тоже с покемонами. Я вот такого не помню, если честно. Это покемон или кто? Здесь еще, посмотрите. Вот так, что ли, да? Неправильно. Я таких не помню. Ну, сто лет назад, конечно, мультик этот смотрела. Ну, возможно, да, и были всякие разные покемончики. Три наклеечки, получается, в одном шарике. И вот такой вот тоже покемончик, скорее всего, в виде птички. Похоже немножко на жар птицу, да, на павлинчика. Но не знаю, да, точно кто это. Такой полупрозрачный какой-то на леденец даже, я бы сказала, похож. Так, дальше. В следующем у нас тоже три наклеечки. Так, в какую сторону тебе развернуть? А, вот так, наверное, да, на ногах. На одной ноге стоит, второй ногой пинает. Вот, какой-то бультазавр. Так, здесь какую сторону тебя крутить? Ой, пока разберешься с этими покемонами. Вот так, да, наверное. Тоже какой-то устрашающий. И этот какой-то муравей. Или паучок, или кто это? Насекомое какое-то похоже. Тоже, я не пойму, это все покемоны изображены на наклеечках? Или кто-то другой? Так, а здесь у нас кто? Это человек, по-моему. Или нет? Или это тоже какое-то насекомое? Ничего не понятно. Лицо нечеловечие. Да, лицо я сейчас разглядываю. Это что-то похоже на насекомое. Но так, как будто бы в платье стоит. Девочка, как будто бы в платье. Ой, очень необычно все. И интересно, конечно. Вот такие вот сюрпризы. Много всего в одном наборчике. В принципе, прикольно было. Мне кажется, классные еще вот эти шарики. Да, играть с ними. Как в мультике прямо, да? Этот покемон, этот покеболки. Дальше из него вырывается покемончик твой. В принципе, прикольная идея. Прямо ностальгия по детству. Поэтому, кто тоже смотрел покемонов, можете тоже немножко поностальгировать, вспомнить наше детство. Ну что, наконец-таки. Слушайте, я уже так долго снимаю. Прямо не терпелась уже добраться до последнего сюрприза. Это у нас Cry Babies. В принципе, более-менее новая серия. Я не знаю даже в каком году. Наверное, в 23-м все-таки она вышла. Но она, мне кажется, одна из последних серий. Здесь у нас, во-первых, необычная, посмотрите, упаковочка, да, в виде домика. Это прямо супер круто. Потому что, ну, выглядит прям симпатично. Выглядит прям, привлекает внимание. И если это все еще будет играбельно, то просто супер. Во-вторых, необычная в этой упаковочке то, что здесь не только будет у нас Cry Baby, но еще и питомец. И еще момент. Все игрушечки, которые могут попасться, они, посмотрите, в костюмах каких-то сказочных персонажей. Вот, например, сверху изображена красная шапочка. И питомец в виде волка, я так понимаю, который съел бабушку, переоделся в нее. Ну, просто супер. Посмотрите. Cry Baby вот в красной шапочке, с накидочкой красной, да, вроде бы даже вот несет что-то в руках. И, я не знаю, это собачка или волк, или кто это в очках бабушкиных щепчики. Ну, просто супер, великолепно. Здесь у нас, я так понимаю, три поросенка мультику. Сказка изображена, один поросеночек и волк. И это, если я правильно поняла, Алиса в стране чудес. Потому что вот здесь вот кролик с часами и сама Алиса, да, вроде как, с изображениями карт. Ну, я не уверена. Может быть, не Алиса, может быть, другая сказка. Что поправлять? А здесь у нас, не знаю, Пиноккио это или кто. Тут тоже не уверена насчет этого комплекта. Так, с этой стороны тоже у нас красная шапочка. И здесь, посмотрите, тоже какие-то персонажи неизвестные мне. Это у нас, наверное, Пиноккио. Посмотрите, носик какой. Это у нас просто, наверное, Санта-Клаус с оленем, скорее всего. И вот это я не поняла. Может быть, кот в сапогах? Ну, тоже. Может быть, и нет. Похож, как будто бы образ кота. Почему тогда мышонок? Вообще, очень интересно. Прям безумно я хотела тоже эту открыть игрушечку. Нашла на Мегамаркете. Хорошая была цена. В районе 700 рублей мне вышел этот наборчик. Это прям супер-супер. Потому что на всех других маркетплейсах я видела в районе 2000-1500. Поэтому цену нашла и купила, конечно же. Открываем, смотрим, что же там. Так, первая обложечка долой. Так, что-то у нас здесь вывалилось. Ага, спасибо. Все понятно. Дальше мы смотрим, что в какой-то вот чехольчик даже одели наш домик. Очень интересно. Прям под цвет домика. Здесь у нас на скотче. Снимаем его и видим еще одну инструкцию. Так, маленькая инструкция. Значит, нужно повернуть окошко, достать его. Там что-то достать. То ли ключик, то ли что-то такое будет. И сбоку, видимо, открыть, провернуть его. И тогда домик распахнется. Интересно. Давайте так и сделаем. Открываем окошко. Да, действительно, здесь ключик у нас выпадает сразу окошко на место. Ключик вот такой вот, сердечко. И вроде бы замок какой-то у нас изображен. Ключ квадратный. Так. Вставляем. Поворачиваем. И действительно, домик наш распахнулся. Там-там-там. Открываем. И я уже вижу, кто нам попался. Жалко, что сделали прям такой полупрозрачный. Как-то интрига теряется из-за этого. Так. А вообще, посмотрим сразу на домик. Выглядит очень достойно, я вам хочу сказать. Вот это особенно часть. Маленьким мышоночком. Какой клевый. Мышонок в сапогах тоже, да, похоже. Шляпа, ремень и сапожки. Крупная фигурка довольно-таки неплохая. И это, я так понимаю, домик этого мышонка. Можно даже закрыть. И он, посмотрите, на кнопку открывается. Вау. Вот это вау. Так, ладно, мышонок пока в домике у себя посидим. Супер. Так, смотрим, что у нас тут еще. Выпал у нас буклетик с наклеечками. Ключки, сыр, масло, ваза. Это, видимо, домик можно украсить. Да, стеночки домика. Ну, и окошки сделать с самими героями. Вкладыш у нас тут выпал. Так. Плакатик чудесный, вот такой сказочный тоже. Смотрим на коллекцию. В коллекции, видимо, шесть всего персонажей. И всех их мы видели с вами на обложечке. Так, и кто же нам попался? Нам попался Мартин Маус. Так, я ошиблась. Это не кот в сапогах. Это какой-то Мартин Маус. Видимо, мультик есть какой-то. Я не знаю, честно говоря, не смотрела. Да, это действительно Пиноккио был. Это Алиса. В стране чудес, видимо, да. Это у нас Скарлетт. Мне кажется, это красная шапочка, да, Скарлетт? Или нет? Питер Пен, действительно. И Пигги, и Поросеночек, и Волк. В принципе, мне кажется, правильно я практически всех обозначила. Кроме вот этого нашего попавшегося. Но я такой мультик не знаю, что за Мартин. Может, это Кота в сапогах так Мартины звали? В какой-то... В какой-то из версий мультика. И редкий самый наборчик. Это у нас Клаус и Олененок. В принципе, да, так я и подумала. Дальше смотрим, что на другой стороне у нас изобразили. Здесь, видимо, написано, что внутри. Будет две фигурки, два базовых аксессуара, потом один лист с наклейками и пять персонализированных аксессуаров. То есть, именно к этому герою относящиеся. Дальше нам показывают, что нужно набрать бутылочку воды, и напоить полную голову, налить воды. И Крайпэбис будет, конечно же, плакать настоящими слезами. Потом этими слезами можно полить какую-то книжечку. Видимо, в наборе будет книжка. И рисунок какой-то на книжке проявится. Тут нарисовано, что нужно, видимо, одеть нашего персонажа. Спасибо, конечно, мы бы догадались и без этой подсказки. Здесь, видимо, все еще раз изображены персонажи. Тут нам нарисовали, что можно открыть дверцу. Мы с вами уже и так это увидели. Здесь изображают, что можно домик украсить и аксессуары открыть. Вот так чудесно. Я бы хотела, наверное, красную шапочку. Прямо вот эта бабушка меня просто мое сердце покорила. Волшебное. Надо брать еще, наверное, искать бабулю. Так, ну что, давайте потихонечку будем открывать сюрпризы. Открывать окошечки. И смотреть сюрпризики. Так, а я пока открываю, не навязчиво напоминаю всем поставить лайк, кто забывает это делать. И мы смотрим с вами первый сюрприз. Это сосочка. Абсолютно стандартная, не золотая, не серебристая. Просто обыкновенная. И, насколько мы знаем, то сосочки может две попасться. У меня было уже в предыдущем наборе такое, что две сосочки. Одна какая-то была металлически голубая, что ли, интересного цвета. А вторая тоже обычная. По две сосочки могут складывать наборчик. Посмотрим здесь, так или нет. А в этом контейнере у нас, к сожалению, пусто. Вот так вот тоже бывает. Что-то куда-то, надеюсь, улетело. И мы его найдем в следующих контейнерах. Так. Здесь все. Здесь у нас попалось... Что это такое? Это, скорее всего, какой-то аксессуар. Так, я пока не вижу, но в рисунке не изображен этот аксессуар. Здесь у нас значок кошечки, усики, носик, глазки. Вообще, это как звезда шерифа немножко напоминает. Скорее всего, на пояс будет надеваться. А может быть, как ободочек. Посмотрим. Так, дальше. Вот плоховато, конечно, здесь все закреплено. Не очень все открывается эстетично и красиво и аккуратно. Это, конечно, небольшой минус. Здесь у нас выпала накидочка. Накидочка на липучечке. Здесь какой-то даже прорисован золотой значок. Так, дальше едем. Следующий аксессуар. Это вот такой маленький, миниатюрненький меч. Сражаться, да? Вот такой вот хоп-хоп. В ручку можно будет, наверное, вставить и с кем-нибудь в игре посражаться. Так, дальше. Ну, где же у нас недостающий аксессуар? Я надеюсь, он будет где-то. В большом самом отсеке бутылочка. Посмотрите, тоже необычной формы. Ну, во-первых, кирпичиками как будто бы она по периметру выложена. И сверху очень какой-то необычный эффект. То ли радуга это, то ли что. Удобно держать конь. А, это корзиночку, что ли, так иментировали? Как будто бы, да, похоже, вот так вот корзиночку несешь. Так, нам остается два отсека. И недостающего аксессуара пока нет. Я начинаю переживать. Вот, ботиночки выпали нам. Ботиночки хорошенькие. Неплохие, интересные тоже сделанные. И последнее открываем с вами. Окошко. В последнем окошке книжечка. В последнем окошке книжечка выпала. Как раз таки на инструкции нам изобразили, что нужно Крэй Бебис на нее наплакать. Появится какой-то рисуночек. Она не закрывается. Вот так вот в разложенном виде всегда будет находиться. Я, знаете, что пока сейчас ковырялась, увидела, что у меня вот такая вот картоночка. Выпала откуда-то. Может быть, она с этого отсека как раз выпала. Не знаю, для чего она нужна. Просто картонка. Просто изображение какой-то грустной капельки. Так, а нам на инструкции говорили, что должно быть два стандартных сюрприза. Это сосочка и бутылочка. И пять индивидуальных сюрпризов. Ну, в принципе, да, все они нам укупались. Ботиночки, накидка, меч и книжка с ободочком или с чем-то, не знаю, или с поясом. В принципе, все на месте. Теперь самое ключевое. Открываем нашего край-бэбис. Кстати, смугленький край. На этот раз у нас малыш попался. Ножки, ручки подвижные. Голова нет, голова не двигается. В голову нам нужно будет набрать водички. Шляпка, посмотрите, какая забавная. На задней части вот есть клапан для спуска воды. Потом, когда вы наиграетесь, обязательно, напоминаю всем, нужно сливать воду. Не оставляйте никогда в игрушках воду, потому что пойдет, к сожалению, плесень внутри от сырости. Поиграли, положите где-нибудь около батареи, чтобы все хорошенько просохло, иначе игрушка испортится. Посмотрите, на ножках тут выбиты даже какие-то номера специальные, да, все, лицензии везде, все прописано. Костюмчик, комбинезончик такой тигриный, да, расцветочки какой-то животный. Выглядит неплохо. Так, ну, наверное, сначала мы с вами потестим, как будет плакать Край Бэби. Сейчас наполню водичкой голову, а потом уже нарядим в образ. Полноценный. Так, то что, я думаю, достаточно. Слезки уже сами, посмотрите, выкатываются у нашего милого, плачущего малыша. Можно, конечно, помочь еще, поднажать вот такой струей будет плакать малыш. Так, ну, давайте еще попробуем на книжечку поплакать. Ну, не очень, я бы сказала, что это удобно делать. Конечно, проще пальчиком намочить и посмотреть рисуночек. А здесь у нас как раз-таки наш малыш со своим питомцем мышкой. Они, видимо, кушают, да, видимо, стол с едой, это какие-то сладости, сыр тут у них изображен. И в каких-то лучах радуги они изображены на фоне города. Интересно, кстати, что мне попался персонаж, единственный, которого я не знаю. Видимо, какой-то мультик, который я пропустила, Мартин и... Кто там был написан? Мартин и Маус. В общем, кто узнал мультик или сказка, или что это такое, что это за персонаж какой, пишите название книги, или мультсериала, нам будет классно просветиться. Мы с вами давайте наряжать нашего мокрого край-бэйбиса. Так, накидочка, ботиночки. Дальше затыкаем умротик с осочкой. Потом, что вот это такое? Это, очевидно, не на голову. Это на пояс, что ли? Тоже не похоже на то. Может быть, это для мышонка? Давайте рассмотрим внимательно. Ну вот он, малыш одетый. Я не вижу, чтобы у него где-то был этот аксессуар. Ни на голове, ни на поясе, ни на шейке. Ничего с этим аксессуаром не вижу. Тогда смотрим мышонка. Вот он даже тут на главной страничке. У мышонка, в принципе, тоже я не вижу нигде этого аксессуара, что очень странно. Эти картинки тоже, в принципе, вот этого ободочка я не наблюдаю. Куда же он тогда крепится? На шляпку? Нет, не держится. На шею? Выглядит странно. На животик? Вместо этого пояса? Сверху, что ли? Ну, тоже какой смысл в этом? Не знаю. Мышонку попробовать надеть. Мышонку куда? На голову нет, на шею нет. Мышонку вообще, в принципе, ни в какое место, даже вот как ободочек, тоже не надеть. Точно не мышонку. Очень странный аксессуар. В том числе, как и меч этот, в принципе, тоже нигде не изображен, но он у нас есть. Он прям засекреченный на вкладыше. Ну, давайте на пояс, что ли, оденем. Я не знаю, куда еще можно его надеть. Вот так вот выглядит наш Крайбэбис. Мне очень нравится. Симпатичная накидочка такая еще классная делает свое дело. У красной шапочки, мне кажется, тоже будет классно с этой накидочкой. В красном капюшончике ее увидеть. Тоже был бы, наверное, образ очень миленький. и забавный. Так, садись, наш малыш. Наверное, в этом домике наш малыш будет жить. Здесь у нас мышонок должен жить. А здесь полочки для каких-то аксессуарчиков. Книжечку посчитать, ключик положить. Вот такой вот набор. Я довольна. Мне понравился. В принципе, классный. Никаких нареканий нет. Было интересно. Мне нравится, что можно взаимодействовать дальше с домиком. Поэтому супер. Что сегодня очень классный выпуск получился. Я безумно довольна. Прямо не могу даже никакой плохой игрушки выделить. Все были забавные, классные. Наверное, минус, самое очевидное, что кроватка у нас в моменте сборки сразу поломалась. Но и то у нее было классное постельное белье. И совсем недорогая стоимость. Поэтому даже грех жаловаться, если честно. Все были классные. Крайбэби супер. Мне понравился набор с лизуном. Было интересно тоже делать скат. Скат просто супер. Потрясающая игрушка. В общем, я довольна. Пишите в комментариях, как вам понравился этот выпуск или нет. Какие игрушки вам больше всего понравились. Не забываем подписываться на Телеграм. На этот канал обязательно подпишитесь. Не забудьте поставить лайк, если вам не сложно. И мы с вами увидимся в следующих выпусках. Всем пока-пока.